Андрей, приветствую тебя. Поздравляю тебя с очень непростой победой. Первые твои ощущения и вопрос, наверное, такой прям по факту. Не удивлен ли ты решением? Ну, по ходу боя всегда чувствуешь, выигрываешь. Нет, я чувствовал, что я веду по рисунку боя. Ну, в принципе, бой такой, не сказать, что в одну калитку равный. Бой такой смотрелось достаточно. И он попадал, я попадал. Я чувствовал, что выигрываю. Больше попадал. Ну, так решили судьи. Я знаю, что к этому бою ты провел два сбора, правильно? Насколько было непросто подготовиться к Мураду, зная его не совсем обычный и классический стиль ведения боя? Ну, мы готовились уже последний этап здесь, в Коснодаре. У ребят в бойцовском кузне. Со мной, как вы знаете, всегда Тимофей Настюхин. Мой несменный товарищ, да, брат по оружию. Вот. И, как бы, он всегда просмаривает соперников. И вот за две недели до боя просмотрели все. И четко работали. Делали работу на лапах, да, под Мурада. Знали, что он бьет левый боковой на скачке жестко. Ногой левый бьет жестко. Ну, и взрывные такие удары. Вот. Все получилось, все четко отработал. Единственный момент. По ходу боя, думал, буду где-то переводить, пытаться на его удары, да, заходить в борьбу. Но не получилось. Где-то, не знаю, ну, Мурат чувствовал это, да, уходил так. Вот. Ну, как бы, я сам особо-то и не борец. Больше ударник. Но где-то бы хотел использовать, включать борьбу. А еще один момент, который нельзя не упомянуть. В вашем противостоянии Мурат провалил процедуру взвешивания. Причем провалил ее достаточно сильно. Там больше трех килограмм. 3,3 кг, кажется. Скажи, были ли сомнения, обсуждал вот с Тимофеем Настюхиным, со своей командой. Были ли предложения сняться с этого поединка? Потому что, ну, Мурат очень высокогласный боец. И риск, ну, велик. Ну, нам сообщили менеджеры команды, руководство команды «Рать». И сразу, ну, Тимофей, мы уже после взвешивания восстанавливался. Тимофей говорит, у него перевес. Я говорю, как, ну, сколько, 3-200. Вот команда пишет, и они против борьбу. Я Тимофей говорю, ну, команда, руководство. Я Тимофей говорю, они против, я нет, Тимофей, я тоже нет. Мы будем драться, все. Не обсуждалось, я готовился. И приехать, там, получить гонорар за выход, да, эти легкие деньги, они нужны. Это, я боец, я приехал, сделал свою работу, подготовился. Но, ну, если бы я проиграл, да, я ни в коем случае бы там не грешил, что вот у него был перевес, там, еще что-то такое. Я принял бой, это уже моя, ну, как бы, там, ошибка, не ошибка была, если бы не удалось выиграть. Здесь все прошло хорошо, как я ожидал. Может, где-то это даже для Мурада непрофессиональный, с его точки зрения, подход был. Может, это сказалось на поражении его. У тебя вторая победа над очень серьезным оппонентом. Сначала Александр Бутенко, сейчас Мурат Абдулаев. Мы знаем, что Мурат был первым номером. И если пройдемся по рейтингу, у Стар Магомеда Гаджи Даудов, ну, скорее всего, следующий претендент на чемпионский пояс. Гаджимурат Хиромагомедов, который находится на третьей строчке, у него бой назначен уже с Виталием Слепенко. Потом идет Али Багов. После него Георгий Кичигин, вы с ним, одноклубники, бой невозможный. И Элиас Сильверио, ну, который идет на серии с поражений. Я к чему это веду? Выше тебя и на победной серии Али Багов. Это личность очень известная в Лиге Эйсей. Насколько для тебя интересен этот поединок? Потому что, не будем отрицать, это большой бой. Да, действительно, Али очень серьезный и сильный соперник. Я изначально, когда пришел в Лигу, он уже гремел и был чемпионом. Вот. Ну, и мы уже больше пяти лет, наверное, я в Лиге. И выступаем в одной весе. И так получалось, что не Сильвери, не Пресента, еще не Вета. Ну, наверное, пришло время. Я всегда следил за его боями. Он очень хороший парень, боец. Ну, если Лига решит, что этот бой, необходим, мы, я думаю, без проблем выйдем и подеремся. Андрей, а желаете скорейшего восстановления и возвращения в клетку? Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...